Баскетбольная академия Горизонт 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 Забег пройдет в 51 муниципальном образовании. Символическую эстафету передадут из одного уголка Нижегородской земли в другой. Все забеги снимают профессиональные видеографы. По его итогам создадут фильм о достопримечательностях нашего региона. Сегодня у вас уникальная возможность показать самые замечательные места города Сарова. Вы побежите по нашей монастырской площади и все жители Нижегородской области увидят наши замечательные купола, наши замечательные места, висячий мост, монастырская площадь, наши храмы. И спуститесь к красному зданию, где творили наши знаменитые физики. Первые 100 участников получили памятные медали и дипломы от Министерства спорта Нижегородской области. Лето – традиционный мотосезон. К сожалению, у моторомантики есть и обратная сторона. Не проходит неделя, чтобы в сводку ГИБДД не попала авария с участием мотоциклиста. Как избежать ДТП и сохранить свою жизнь и здоровье в случае ЧП на дороге, советами делятся опытные байкеры. Вот уже 8 лет Александр Погорелый управляет мотоциклом. За это время он побывал во многих городах России. Этим летом Александр решил отправиться на железном коне на Алтай. Туда молодой человек собирался 10 лет. И вот его мечта сбылась. Позади 9 тысяч километров. Специально под эту поездку, вот этот мотоцикл. Начал копить денег, покупать экипировку, палатки, спальники и прочее. Продумать маршрут. Ну и взял отпуск в июле и поехал. Запомнились красоты Алтая, очень разнообразная природа, серпантины, горные реки, долины прекрасные, очень вдохновляющие виды. Природа просто супер. Залог удачной поездки на байке – это, конечно, соблюдение всех правил дорожного движения и уважительное отношение ко всем, кто есть на дороге – водителям и пешеходам. И второе условие безопасной езды – правильно подобранная экипировка. Без нее мотоциклиста нельзя. Каких-то строгих требований коммуниции нет. Главное, чтобы она была удобной и свободной. Экипировка необходима для того, чтобы защитить вас в случае падения. Она еще защищает от неблагоприятных погодных условий, от летящих камней, допустим, из-под колес автомобиля, от постоянно летящих вам навстречу насекомых и прочего. Перчатки нужны, чтобы при падении с мотоцикла руки были в безопасности. Куртку и штаны летом лучше брать текстильные с защитными элементами. Обувь на ваше усмотрение. Новичкам не лишним будет усилить защиту наколенниками и налокотниками. Ну а первое, что необходимо купить следом за мотоциклом – это шлем. Главный элемент защиты мотоциклиста – шлем. Если из амуниции можно на чем-то сэкономить, то на шлеме никак. Прежде чем оседлать железного коня, защитите голову, берегите себя и своих близких. Способ развить самодисциплину и натренировать тело, стать увереннее в себе и, главное, научиться защищать себя и близких. Направление единоборства развивается и в Сарове. Пространство для спорта и достижения высоких результатов – клуб единоборств «Миксфайт». Задорно и весело. Именно так проходит тренировка юных спортсменов клуба единоборств «Сарова Миксфайт». В игровом формате ребята 4-5 лет развивают силу, скорость, координацию, укрепляют мышечную систему всего тела. Около 40 минут тренировки пролетают для них незаметно. Я умею тренироваться. А как? Так. И вот так. И вот так. Я приезжаю из другого города, чтобы заниматься. Кем ты хочешь стать? Получим. Получается? Не очень пока. Почему? Потому что. Ну, получится. Может, получится. Все дети довольны, всем нравится. Также девочки ходят, мальчики ходят. Программа для занятий очень интересная. В группе 80 лет тренировка идет куда серьезней. Здесь ребята сосредоточены. Под контролем опытного тренера они изучают борцовскую и ударную технику. Учатся правильно защищаться и падать. Многие юные спортсмены пришли сюда с конкретной целью – стать сильными, научиться защищать себя и своих близких. Бетвисты не знал. Сейчас очень хорошо бью. Болевые научился, удушающие. И вообще это очень полезно для жизни. Ну, я думаю, что у него есть прогресс, да. У него появилась реакция, появилась сила удара. Ну, я думаю, что… И самое главное, что ему это нравится, ему интересно. И я сюда хожу, чтобы защищать близких и уметь за себя постоять и еще защищать слабых. Искусство единоборств в клубе преподают профессиональные тренеры с высшим педагогическим образованием. Клуб «Миксфайт» – это мир спорта, в котором ребенок сможет обрести уверенность в себе и своих силах, освоить навыки самообороны и даже открыть дверь в мир профессионального спорта. Здесь и координация движений, здесь и растяжка, здесь и игровые тренировки есть, и тренировки на выносливость, на скорость. То бишь, все качества детского организма мы развиваем. Приобретать экипировку не нужно. Все для тренировок есть в клубе. Здесь нет ограничений по полу или возрасту. Прийти сюда может любой желающий. Я представляю Федерацию смешанных единоборств России по Межгородской области в городе Саров. Мы создали проект клуб «Миксфайт» с целью того, чтобы любой человек, женщина, мужчина, ребенок могли тренироваться. И все это с любым уровнем подготовки. То есть мы готовим как профессионалов, так и любителей. В клубе действует система скидок для многодетных семей. Первое занятие в «Миксфайт» абсолютно бесплатно. Записаться можно по номеру. Плюс семь, девятьсот два, семьсот восемьдесят три, пятьдесят девять, восемнадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА